Девушки отдыхают Долгожданные гости Денис Мацуев, собственные персоны, аплодисменты Доброе утро Без всяких регалий, Денис Прости, ты знаешь, как мы тебя любим Ты знаешь, как мы к тебе относимся Ты знаешь, что мы всегда тебя здесь ждем И вот ты здесь Что мы сегодня будем готовить твоими Предназначенными, созданными Богами Для совершенно других дел руками Сегодня делаем два блюда Первое, это пирог мясной С мясом Пирог мясной с мясом, это редкость А теперь внимание, торт колбаска Торт колбаска Звучит Смотри Мне в детстве отец готовил такой торт Он брал вареную колбасу, бревно И в него свечки втыкал И с одной стороны и подсвечник С другой стороны и сыну приятного на день рождения Но здесь, видимо, вещь идет о другом Это готовила мне мама и продолжает готовить Она свечки тоже не ставит Потому что он по совершенно другому принципу готовится Абсолютно Это сладкая колбаса Сладкая колбаса Сладкая колбаса Так, переходим к чему начинаем Я думаю, что лучше пирог ставить, конечно А потом уже Переходим к колбасе Потому что колбасу нужно Я сейчас покажу Это здесь некий Я готов Поехали Обыкновенное дрожжевое слоеное тесто Купленое в магазине Конечно, раньше в Сибири у нас Когда бабушки делали тесто на опаре Ставили его на ночь, на батарею Это совсем другое Денис, но согласись, все-таки Есть в прогрессе в техническом кое-что и неплохое Потому что времени у тебя Да, у меня больше свободного времени Но у тебя его практически нет У меня 180 концептов в год А у тебя больше, чем 180 программ Я думаю, на телевидении У меня, у тебя 180 концептов в год Это раз, два с половиной дня Два с половиной дня концерт А у тебя существует слово сцена терапия? Это когда тебе плохо, а ты выходишь на сцену И все меняется? Да, она тебе лечит Иногда Иногда Потому что, видишь ли, я не всегда принимаю участие в концертах В которых люди пришли именно на меня Я понял Чаще всего, скорее, на Стаса Михайлова, которого я объявляю Но все-таки иногда бывает и такая встреча А у тебя Ну, это же благодарные люди Вот ты выходишь Ты отдаешь, но получаешь замену Ты отдаешь, но когда люди с горящими глазами И более того, я не побоюсь слова В твоем случае с горящими ушами Потому что Вот Вот Друзья, значит, что? Как мы его делаем? Мы делаем Сначала Я с тестом боюсь Мы его раскатывать будем? Мы его раскатываем Мы его раскатываем, наверное, на два куска Потому что мы будем делать пирог закрытый Вот так вот, да? Да Так, давай мы сейчас немножечко, как говорится Так-так-так, просеем Отлично Просеем, 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 просеем И мы раскатываем Мы его раскатываем примерно вот на уровень этого противня Ну, не обязательно делать такой большой Можно сделать немножко меньше Так, давай, я сейчас попробую это сделать А что мы будем класть внутрь? Мы будем класть внутрь мяса Давайте достанем фарш А мы фарш уже... Мы его уже сделали Он у нас уже готов Пускай он уже здесь стоит Фарш готов А скажи мне, то есть в принципе у нас начинка уже... А, у нас уже начинка готова У нас уже готова именно фарш, только говяжий Никаких-то добавлений Тогда рассказывай, из чего состоит эта начинка Чтобы мы понимали, о чем... Начинка очень сложная Килограмм говядины, лук, соль, перец Да, но в правильных пропорциях Абсолютно Не надо добавлять ни свинины, ничего Это вот чисто сибирский мясной пирог Ай, сибирский Знаешь, про горячие глаза ты сейчас вспомнил Я... Просто бывают такие моменты, когда ты вспоминаешь резко какой-то концерт или случай Да Я вспоминаю Лас-Вегас, 99-й год, когда на мой концерт пришла Элизабет Тейлор А это моя... Это просто иконы Я обожаю ее как актрису, обожал, к сожалению Да Великая женщина пришла, друзья, на концерт, как зритель Да Я помню, я сижу до выхода, зал встал, начал кричать Я думаю, что же не кричат, я еще не вышел на сцену Она, оказывается, просто зашла в зал Представляете, зал просто мгновенная овация Я играл второй концерт Рахманинова Именно тот концерт, она играла в фильме Рапсодия Тогда, когда она была влюблена в пианиста И он играл именно этот концерт И в конце она мне дарила цветы А в американской традиции это не принято Не принято, Валерий дарит цветы, конечно Но для нее раз в год она ходит на второй концерт Рахманину И мы подружились, и, конечно, я могу сказать, что вот взгляд Ребята, да вы что, да вы что, ну как можно такое быть? Скажи мне, ну и что, вот так? Все правильно, очень хорошо Нижний кусок, нижний пласт пирога должен быть немножко больше Потому что мы его будем завязывать наверх Я просто пытаюсь как-то сделать так, чтобы... Тогда попробуем уже попытаться параллельно... У нас фарш должен быть жареный Мы его должны... Давай, тогда мы с вами... Вот нет, я это прилагаю вот здесь, прямо на этой комфорте Сейчас мы включим Раз, два, три, четыре, пять Подожди секунду, сейчас мы быстро разогреем чуть-чуть масла Может быть... А жареный... он обжаренный или прямо он готов? Он должен быть готовый Уже практически готов, судя по тому, что я... Заряжаем фарш Давай быстро его прямо сюда перекладываем Скажи, ну нам... весь фарш-то нам, наверное, многовато? Нет, не надо весь, конечно Ну что, ну, наверное, и вот так, да? Ну, достаточно Все Вот так, да, у нас пирог будет не такой большой? Нет, у нас будет пирог для своих Пирог для своих всегда небольшой Можно я попробую? Давай, давай, прошу Давай, давай, давай А я пока тогда отрежу Необходимо нам... А, все, ты-то уже все сделал Можно сюда воды немножко добавить? Водички? Да с удовольствием Вот я прямо возьму, да и с чайничком плесну И с чайничком немножко плесну Плесну тебе, чтобы она выкипает Вот так вот, да? Угу А у нас... Я, с твоего позволения, хотел бы переложить уже кусочек теста на... Противень На противень Сейчас я попробую как-нибудь это так Крайне-крайне аккуратно осуществить Так, Денис, помогай Помогай, так О, ну вот так, ну и что? А ну все нормально Мне кажется, сейчас все будет абсолютно идеально Потому что мы доходим... Да, да Смотри, он стал уже разваленным Пошел очень вкусный запах А что, мы солили или нет? Мы солили, мы перчили, мы добавляли И луковицы в этот фарш Вот он, настоящий, друзья По-сибирски Сибирский перор Сибирский Так, значит, тесто... Да, тесто сделано Пять минуточек мы это делаем Все, пять минуточек мы даже можем сейчас накрыть Вот у нас, видите? Такая крышка мы возьмем Да и накроем вот так вот Оп И все Так, быстро, быстро, быстро Раскатываем второй лист Раскатываем второй лист Так Так, 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 так Слушай, я тогда не могу тебя не спросить, дорогой Денис Я не могу тебя не спросить Ну а с кем еще из великих? А вот давай, главы государств Ну, не берем Россию, здесь все понятно Вы знаете, был случай, когда мы играли с моим приятелем Бориславом Струлевым Борислав Струлев, замечательный белончелист Это произведение такого Сергея Дрезнина на тему цирк, из фильма «Цирк» Он сделал замечательную обработку Это было в Белом доме, когда Михаил Сергеевич и Билл Клинтон присутствовали на этом концерте Это такой шуточный номер, бесовка такая И в конце звучит, так сказать, цитата из песни «Широка страна моя родная» Билл Клинтон при этом встал, положил руку на грудь и сказал, подумал, что это наш гимн На что Михаил Сергеевич сказал, что успокойся, Билл, это все нормально, садитесь, это песня знаменитая Ну и прочие разные встречи, конечно, был прорыв просто Когда «Новые имена» в 92-м году поехала в штаб-квартиру НАТО, я помню, как сейчас И фантастический концерт был, еще Манфред Вернер был генеральным секретарем И после этого брюссельские газеты написали, что русские завоевали НАТО Они говорили о концерте, который мы дали Уж лучше так завоевать НАТО Уж лучше так Посмотрим, что Отлично Крышечку можно уже убрать Уже убираем, крышечку отставляем вот сюда То есть ты хочешь, конечно, все готово Абсолютно, фарш уже можно сюда Фарш готов Так, тогда мы убираем вот у нас эта штучка, да, шумовочка, да, такая Да Ну что, Денис, я прошу тебя сделать это Давай Я думаю, что даже нам, вот тебе эта штучка Я думаю, нам, чтобы волшебный взгляд, чтобы не промок Не промок отец Бумага Я думаю, что нам нужно вот так вот выложить, да, вот так Мы его не будем большим делать Да, мы сделаем вот так Друзья, обратите внимание Сибирский настоящий Иркутский Пирог декабристский Пирог декабристский Пирог волконский Пирог волконский, да Так, друзья, Денис Мацулев выкладывает начинку Настоящий сибирский пирог У нас сейчас, друзья У нас сейчас небольшая реклама, после которой мы вернемся вы знаете, что без строгана в переводе с белорусского означает «Марыся, где мой рубанок?» Мартышка к старости слабо глазами стала и есть теперь буквально «Что попало?» Иван Крылов. Мартышка «И что попало?» Дорогие друзья, смартфон канал. У нас в гостях сегодня Денис Мацуев и пирог трубецких. Трубецких, Трубецких, Нарышкиных Трубецких, назовем это так. Вот он клад, вот он клад. Денис, а можно я тебя попрошу назвать топ-3 твоих самых любимых залов? Топ-3 или топ-5, давай топ-5, чтобы... Ну, это без раздумий. Большой зал консерватории в Москве. Это Карнеги Холл в Нью-Йорке. Концерт Гебао в Амстердаме. Мюзик Феррайн в Вене. Так. И зал Иркутской филармонии, где был мой первый концерт. Поплодируйте, друзья. Про Иркутск он не забыл. Так, что теперь... Вот так? Самое важное. А, ну вот мы ненужное тесто, мы потом просто... Положить так, чтобы снизу его заворачивать. Все. Вот сейчас самое главное. Сейчас самое главное. Мы его заворачиваем вот так, косичкой. Да, косичкой. Вот так вот посмотрите, пожалуйста. Снизу-снизу, снизу-снизу. Мужской настоящий пирог. Конечно. Знаешь, нужно яйцо немножко помазать. Яйцом, немножечко яйцом. Прямо взять яйцо, да? Да. И прямо его... Намазать. Вот прямо так, так. Сюда. И вот такая штучка была. Я забыл один момент. Что ты забыл такой? Надо сделать дырку. Вилочкой? Да. Наверное, не одну. Посередине большой, и тут несколько... А, посередине дырочку прямо надо сделать. Чуть-чуть, знаешь, ну... Как в беляше? Вот, 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 вот. А-а-а. Как будто бы... Как будто бы кто-то смотрит на тебя. И мы это все... Да, вот таким вот образом. Абсолютно. Вот таким вот образом. По этим краям. И про этим, конечно, за румян... Ну, конечно, ну, о чем мы говорим? Мы-то... Я всегда в пирогах больше любил тесто. Да, я тоже. Я начинку... Но с возрастом, конечно, мы стали понимать, что чем больше мы едим тесто... Нам нужно... На 200 градусов оно уже почти разогрето. Оно уже разогрето. И вот мы аккуратненько, аккуратненько этот пирожочек, вот так вот... Так. Все готово. Все готово. Ну что, отправляем все это... Отправляем пирожок в топку. В топку на... Денис, на сколько? На ровно 20 минут. На 20 минут. Приступаем к колбасе. Так, для этого нам нужно... Вот. Ну, смотри. Ну! Можно положить кусочек масла прямо вот в этот... Да. Так называемый, не побоюсь... Не бойся этого слова. Значит, у нас есть... У нас есть уникальная возможность сегодня смешивать все это... Так, кусочек масла... Какой кусочек масла? Вот большой. Целиком туда его можно... О-о-о-о! Так мы готовим сегодня блюдо для тех... Кто не боится... Для тех, кто не боится просто. Так. С этим блюдом ничего бояться. Да, уж уж, кажется, поздно. Да, туда добавить стакан сахара. Стакан сахара. Давай, я предлагаю. Вот так. Да. Так. Еще немножко. Отлично. Так. Теперь это нужно взболтать. Просто взболтать? Замешать. Замешать. Ввести в замешательство масло. Ввести в легкое замешательство. Прошу. Сейчас вы все, друзья, увидите, что это элементарно. Так. Вот, вот, вот. Вот уже то, что нужно. Перпетум обрели. Давайте. А вот какая-то нота? Подождите, стоп. Такая нота. Ре. Вот это ре. Именно ре и есть. Вот это ре. Да. Ля. Фа. А вот только. Ля. Так. Так, все, Денис, наложи то, что надо. Какао. Какао. Три ложки. Три ложки какао. Раз. Да. И вот она, третья пошла. Три. Обратно. Да. Перемешиваем. Перемешиваем. Ну, смотрим. Параллельно я буду делать жир. В любительской колбасе. Жир в любительской колбасе. Крошечки такие. Именно, чтобы это было крупное. Крупное, да? Не совсем. Именно подобие вот таких жирных кусков. Ну, то есть поломать вот так вот печенье. Ну, практически. Да. Вот и даже скалкой, мне кажется, не нужно. Это можно даже вон. Вон. Вот. Ну, это все-таки у тебя сильные руки. Вот, смотри. Вот мы, вот, вот, что-то вот, вот такого, наверное, да, размера что-то должно быть? Ну, да. Скажем, чуть-чуть, да, поменьше. Вот так вот. Все. Теперь мы разделяем яйцо. Мне сказали, мне слухи ходят по Москве, что ты умеешь это сделать. Да. Разделить белок и желток. Белок и желток. Так, одно яйцо? Одно. Одно яйцо. Ну, сейчас мы попробуем, конечно, это сделать. Конечно, тут шансов немного у нас. Но мы попробуем. Тебе нужен и белок отдельно, и желток отдельно. Да. И в желток добавить немножко сахара. Это то, что надо. Замечательно. Скорлупа не нужна в желтке? Нет. Хорошо. Хорошо. Так. Ну, вот так бы я сказал. Да. Так. Мы взбалтываем и то, и то. И то, и то. В желток можно немножко добавить сахар. Ты добавил сахар? Еще нет. Белок в сахар не добавляем? Нет, белок в сахар не добавляем. Я так могу долго стоять. Вот я хотел, кстати, у тебя спросить. Да. Я убежден, что... Ну, слушай, я вот, я просто, я работаю в основном на ногах. Ну, я вот стою на сцене, стою в кадре, и у меня иногда устают ноги. И я эти ноги начинаю с ними что-то делать. Я, как говорится... У меня иногда устают руки. Вот. Вот что ты делаешь? Я иду в баню. Ты идешь в баню? Я иду в баню. И в баню, чтобы мышцы расслаблялись. В настоящую баню, потом перепад. Холодная вода? Холодная вода. Байкал, Байкал желательно. Эх! С вениками, причем баня по-черному. Либо, ну, либо хамам. Либо хамам, слушай, да. Ну, то есть, вот это в гостиницах когда-то, да? Да. Ну, друзья, запомните, насколько это важно. Так, теперь нам нужно делать следующее. Вот это. У меня это взбивается, но так не очень. Нормально. Нормально. Вот эту штуку нам нужно достать, переложить вот сюда и немножко разогреть на йоту. Смотри. Вот что получилось, друзья. Перекладываем вот это все сюда. Да. Наша любительская колбасуля. Так. Тут много. Я напоминаю, здесь сахар. Я напоминаю, здесь... Масло какао. Какао. Вычищаем. Надо включить вот эту. Но, видимо, она очень-очень маленькая. Да? Давай так. Не знаю. Но это все должно стать жидким каким-то. Да. Это должно быть, ну, не совсем жидким. Это немножко должно закипеть чуть-чуть. А, ну, тогда да. Тогда вот так. Две ложки молока надо добавить. Подожди, подожди. Вот, вот, смотрите, что. Вот это начинает все потихонечку, да? Сейчас, секундочку. Вот, смотрите, что происходит. Начинает топиться масло. Масло у нас здесь с какао. Это прямо так. Ложечка молочка. Так. И два. Прекрасно. Так. Вот это все мы должны довести до состояния. Вот, смотри. Да? Да. Вот, похоже на правду, да? Конечно. Сейчас, подожди, сейчас. Уже, уже думаешь, да? Значит, желточек с сахаром. С сахаром. Отделенный от белка. Отделенный. Иваном искусно и вантеозно. Иваном искусницей. Иваном искусницей. Иваном искусницей. Вот, смотрите, какая получилась у нас малаша. Очень хорошо. Малаша такая. Так. Сейчас. Я вот это стараюсь, чтобы, да? Чтобы сахар, чтобы сейчас раствориться. Вот, когда начинают появляться пузырьки, это тот момент, когда вот белок дает нам такую возбужденность этому продукту. Да, да. Я бы сказал, так, да. Тем временем мы занимаемся над жиром. Так. В роли жира. В роли жира. Народный артист России. Печенье. Ну, надо же, какая вещь. Прелюбопытная вещь. И вот. И вот теперь мы можем... Вот сколько? Нет, надо... Еще? Этого не хватит. Да ты что? Конечно. Должно быть больше. А-а-а. Убирайте, я думаю, с этой комфорки. Подожди. Ставить на холодное. Ставить на холодное? Думаю, что печенье уже не должно быть на плите. Все. Давай вот сюда. Вот сюда. Оп. И теперь надо все это мешать. Я это мешаю, ты засыпаешь. Потому что застывать будет молниеносно. Да, друзья. Мы напоминаем сейчас детей, которые родители уехали, и они решили приготовить что-то из того, что они любят. Из печенья, шоколада, сливочного масла и сахара. Прекрасно. Ты можешь прямо даже взять эту всю штуку прямо. Вот. Нет. Вот так вот. Ты имеешь в виду, чтобы я его взял? А хватит вот этого всего? Нет, еще. Еще надо. И еще будет ли этого нужно будет? Да. О. Давай. Можно быть. Давай все-таки вот так вот. Все-таки вот как будто бы большими аккордами мы. Широкими масками. Первый концерт Чайковского. Первый концерт Чайковского. Реби моль мажор. Та-та-та-там. Та-дам. Так, так. Подожди, а я мешаю. А ты всем мешаешь. Я мешаю. Теперь мы будем его закладывать в пакет. В пакет? Да. Смотри. Ну вот посмотри, вот по консистенции. Вот это нормально. Отлично. Да? Боишься жидковато, да? Чуть-чуть да. Давай. Ну давай, выдержит моя рука. Я тоже пойду в баню. И мне скажут, ты что, пианистик классический? Я скажу, не совсем. Я мешал колбасу. Тогда мне скажут, залежай-ка на самую верхнюю полку. Да, подбарьте-ка ему, подкиньте-ка ему палочку. Да березовым, да можжевельничком ему прямо по сусалу-то и побейте. На самом деле проблем-то нет, потому что она станет, мы же ее будем потом закладывать, очевидно, в холодильник. В морозильник. Морозильник она станет в одну секунду. Она станет в одну секундочку твердой, как нужно. Ну что же. Все. Делаем сюда. Прямо вот так вот я беру? Да, именно так. Вон там жирок-то просматривается. Ну, мы назовем такую все-таки кровяночку такая, она такая темненькая колбаска. Угу. Потому что розового шоколада еще не придумано. Так, так, давай. Так. Все правильно. Я хочу взять вот такую точку, помочь себе. Выберем. Так. Это, конечно, наследие нашего, нашего детства. Сто процентов. Вот все-таки, ну, не было. Вот я помню, когда первый раз я увидел все эти конфеты заграничные. Какие они были цветные, какие они были. А вот мы делали вот это. А мама моя из детского питания, вместо того, чтобы давать его детям, она делала конфеты, которые посыпали, такие круглые конфеты, которые посыпали какао. Не делали. А эти рулеты, когда вот раскладываешь тесто туда, закладываешь все вареньем, заматываешь потом и получается печенье. Ну, это такое фантастическое. Фантастическое, да. И вот это все. Мы поэтому скучаем. Вот она знаменитая. Иркутская декабристская любительская. Иркутская декабристская любительская. Мы тогда подходит морозильничек. Морозильничек, да. Открываем морозильничек и кладем ее. Кладем ее. Готово. Дело сделано. Все. Давай, тогда, друзья, прямо сейчас. Чай, чай, чай. Сейчас мы сделаем чай, просто мы сейчас будем все убирать. И пока мы будем убирать, а пирог у нас будет немножечко остывать, потому что мы не можем... Друзья, ваши аплодисменты. Посмотрите, что сделал Денис Мацуль. Вот он. Вот он. Король пирогов русских. Нам нужно приготовить чай. И самое главное, вот это самые главные слова. Как понять, что в доме праздник? Как понять, когда знаменитый иркутское выражение «колбаса мерзнет»? Колбаса мерзнет, пирог стынет, чай сейчас будет завариваться. Идет короткая реклама, после которой мы вернемся сюда же, в СМАК. Оставайтесь с нами на телеканале «Первый канал». Когда я на почте служил гибщиком, был молод, имел я селенку. И надо же случиться, в селении одном толкнул два вагона тушенки. Дорогие друзья, с Мак-Напером. Канал у нас гостя сегодня Денис Мацуев. И уже у нас все уборно, все чисто. И надо же нам, Денис, с вами, со всеми нашими зрителями, отведать чайку. По-сибирски. По-сибирски. Как все нормальные сибиряки, так же, как и англичане, пьют чай с молоком. Ну, для того, чтобы черный чай. Для того, чтобы черного чая нам выпить. Нужно положить чай. Нужно положить туда чай. Вот мы берем, открываем чай и закладываем туда сколько? А, кстати, вот сколько? Ну, обычно же так, по количеству людей чайной ложкой вот так. Отлично. Значит, до известного все. Вот это дело-дело. Оп, все. Все схватилось, все сделалось. И теперь мы, Денис, тут все очень просто. Черный чай, заварочку какой? Медиум, стронг. Медиум. Медиум, прекрасно. Тогда нажимаем Ти и все. Значит, я хочу посмотреть, как у нас наша колбаса. Как у нас там наша колбаса? Иван, когда я первый раз тебя увидел, я понял, что я должен тебе подарить это. Друзья, знаменитая колбаска. Мацуевская. Мацуевская. Сибирская. Ой, она пахнет так, как она. Но, подожди, а вот ее же нужно... Горчица есть? Поймал меня сейчас. А я ведь съел бы. Съел бы, потому что от себя из горчицы шоколадной колбасы приму. Так, друзья, значит, у нас закипает вода, вода совсем скоро закипит и будет чай. Но мы можем же пока отведать пирога. Давай-ка я проговорю рецепт. Мы делаем фарш. Говядина. Лук, соль, перец. Соль, перец. Все. После этого мы этот фарш обжариваем, но причем не зажариваем, так вытушиваем его. Мы раскатываем слоеное тесто на противень, на бумагу для выпечки. В это тесто, на это тесто мы кладем фарш. Сверху мы кладем второй кусочек такого же теста раскатываем. Заворачиваем со всех сторон. И посередине, это очень важно, это сибирское... Яйцо немножко помазать. Делаем дырку. Чтобы дух мяса, смешавшись с духом слоеного теста, отправились в духовку. На ровно 20 минут. Вот они, друзья. А ну-ка, ну мы, что-то, сибиряки, мы едим... Да, мы сибиряки. Вообще-то это рукой, но... Ну, рукой, Денис, ну ладно, ну слушай, ну перестань. Ну как это рукой? Ну, ты этими руками надо, как говорится, так... Распадается немножко. Распадается немножко, но обратите внимание, как мало, как мало у нас... Как мало у нас теста, как много у нас мяса. И... Я даже сделаю вот так вот. Ты чего стоишь? Тесто неплохое. А тесто-то неплохое. Хорошее тесто. А этот пирог, его же можно горячим, холодным. Со сметанкой можно. Скажи мне... Давай будем резать колбасу. А вот как? Вот тогда ты мне объясни. Ее нужно сразу резать, когда она такая замороженная, или... Ну, можно, чтобы немножко оттаяла чуть-чуть, чтобы она не была такой... Смешная, да. Так. Смешная. Денис, ну я не могу доверить это никому, кроме как автору. Взмахнул. Вот. И вот, друзья, вот она. Якобы жир. Вот она, любительская, наша знаменитая. Два. Три. Четыре. Спасибо. Спасибо. Берем. Ну, это есть надо, наверное, очевидно, руками. Только, только, только руками. Только не путайте это с пирожным картошка. Потому что это принципиально другая штука. И это, чтобы не растаяло, не потекло, нужно убирать обратно в морозильник. Так, кладем туда. Смотри, чай у нас уже на... А мы пирожка еще совершенно спокойно можем отведать. Ммм, пирог. Фарш очень хороший. Угу. Рецепт колбасы. Мы берем масло. Прямо 250 грамм. Пачку масла. Пачку, прямо. Стакан сахара. Смешиваем все это в смешало-машине. Да. После этого мы добавляем туда 3 столовых ложки какао. Тоже смешиваем. Точно. Потом мы это все топим в кастрюле. Ложечка молочка. И начинаем добавлять туда сначала желток с сахаром. Отдельно белок. Отдельно белок. Еще раз перемешиваем. И после этого добавляем туда раскрошенное печенье. И мы добавляем, добавляем. И все это добавляем до того момента, чтобы это прямо загустело, но еще было возможности перемешивать. После этого в полиэтиленовый пакет и делаем из этого колбасямбу. И колбасямбу... Мы уже... Морозямбу. Морозямбу. и ждем. Колбаса должна быть прямо вот настоящая, твердая, копченая. Вот она. Вот она. Вот звук, какой должен колбасы есть. Настоящий звук падающей колбасы. Звук падающей колбасы. Ре. 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 А посмотри-ка. Си. 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 Некоторые думают, что сейчас Денис говорит по-итальянски. Нет, он называет ноту. Ноту. И мы берем... А мы сверху молоко. А мы сверху молоко. А что вы нас учите, как чайник? Сибиряков настоящих. Что вы нас, сибиряков, с иорданских берегов учите? Оп! И немножко молока. А почему молоко очень хорошо? А потому что сразу чай становится той температуры, чтобы сразу пить. Конечно. Все. Вот в этом-то и дело. И тогда мы... Чай в прикуску. И тогда мы берем сахар в прикуску. Вот он. И мы возьмем сахар. Макнем чуть-чуть. И сразу... Вот. И... Ммм. Это разговор. И тут мы берем уже колбасу. Денис, по-моему, это все напоминает музыку, то, что мы сейчас делаем. Мы берем колбасу и делаем с керцу. И горячим. Дорогой Денис, подожди. Я должен сказать тост. Наша программа выходит ровно накануне двух больших праздников. Первый праздник. Это День России. 12 июня. И мы всех наших ростеян, зрителей и зрителей далекого зарубежья, мы всех поздравляем с Днем России. Празднуйте этот праздник, не забывайте. А второй праздник, о котором я хотел бы сказать, это праздник, который заключается в следующем. Ровно накануне Дня России, 11 июня, День рождения у Дениса Мацоева. И мы поздравляем нашего дорогого друга Дениса. Денис, я желаю, чтобы каждый праздник ты встречал в компании. Я уверен, что не всегда тебе удается твой день рождения встречать там, где ты хочешь. Но я все желаю, чтобы этот праздник ты встречал в компании любящих и любимых тобой людьми. Вот так. Спасибо огромное. За Денисом Ацуева, друзья, мы понимаем. Сидимский чай. Это вещь. Именно вот таким несладким. Именно. Денис, а тебе мы хотим подарить несколько подарков. Первый. От нашего спонсора. Корзина цейлонского ароматного чая Акбар. Чай Акбар. Неиссякаемый источник бодрости. Вкус энергии, хорошего настроения. Будешь пить. Добавляй молоко и все, что угодно. Спасибо. От нашего спонсора. Возможность пожарить все, что угодно. Благодаря новому грилю от Борг. Это фантастика. Друзья, свой день рождения и день России. Месяц с нами отмечал Денис Матвей. Спасибо тебе огромное. Мы ждем тебя. Скорее к нам. Я на секунду. Я на секунду, друзья. Хочу попрощаться с вами. Пожелать вам счастливого дня России. Но помните, что день России, как говорится, днем России. Но и про день Норвегии тоже забывать не стоит. До встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.